Сотни онкобольных остались в замешательстве. Как, где, когда им проходить лечение. Онкологический диспансер на карантине, причем многих пациентов даже не предупредили. С вещами голодные, так как перед госпитализацией принимать пищу нельзя. Несостоявшиеся пациенты недоуменно посмотрели на закрытые двери и разъехались по домам. Естественно, появилась критика Министерства здравоохранения Забайкальского края. На данный момент редакцией ЗабТВ отправлен запрос в Министерство, чтобы прояснить официальную позицию ведомства. Но пока мы с нетерпением ожидаем ответ, свою позицию высказали известные врачи. Например, акушер-гинеколог Марина Мочилова. Все так и есть. Плановая помощь онкобольным пациентам в настоящее время в Чите просто парализована. Тот же должен говорить правду, когда остальные боятся. Уважаемый Валерий Вениаминович, респект. Не в бровь, а в глаз. Непонятно только, до какой поры основная часть медицинской общественности Забайкалья будет молчать. Ситуация развивается очень закономерно после совершенно необдуманной смены министра краевого здравоохранения в период разворачивающейся эпидемии. Смена опытного руководителя на человека без опыта привела к полному хаосу. Полный хаос, замалчивание или неспособность высокого руководства организовать работу учреждений. В любом случае пострадали в первую очередь люди. Люди, больные раком. Мы связались с республикой Бурятия для комментария экс-министра Валерия Кожевникова. Я считаю, что в данной ситуации на месте тех руководителей, которые сегодня руководят здравоохранение, я бы создал комиссию, отправил туда и выяснил, во-первых, почему так получилось, кто скрывал или не скрывал. Что надо было сделать, чтобы не доводить до прерывания курса. Ну, во-первых, это сегодня дезинфекция заключительная, да, то есть посмотреть, где можно организовать сегодня. Потому что, насколько мне известно, сейчас я уже в Бурятии нахожусь, то есть не владею ситуацией, но в любом случае какое-то место необходимо выбирать для таких пациентов по химиотерапии, так или нет. Ну, то есть в этом отношении. Даже в том же, в том же, в том же онкологии, да, все равно есть чистые зоны. Однозначно, могу сказать, это раз. Во-вторых, должна быть концентрация этих пациентов достаточно минимальна, с учетом тех рекомендаций, которые дает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Пациентам не дали альтернативы. Многих даже не предупредили о том, что диспансер будет закрыт на карантин. Вот это абсурд. Я сразу могу сказать это. Для меня это непонятно. Нам тоже непонятно, Валерий Венимович, тоже непонятно. Вот, думали, может, проясните. Ну что же, спасибо вам. Будем ждать, что Минздрав нам ответит на запрос. Поймите правильно, я не хочу никого критиковать, я даже не собираюсь это делать. Но уровень организации сегодня желается в том, что лучше. Беда в том, что их могли бы положить сегодня и в центральные районные больницы, понимая о том, что телемедицина сегодня есть, точно так же прокапать, да, ну то есть имеется ли, при необходимости ли сконцентрировать где-то в каких-то местах. Вот о чем дело. А не умалчивать вот эту проблему. Она должна быть решительна как раз на уровне либо зампреда, либо на уровне первого лица. Онкологический диспансер начнет прием пациентов на следующей неделе. Еще неделя ожидания ответа на запрос в Минздрав. А вот кто понесет ответственность за произошедшее? Тут явно ответа ждать не скоро. Вячеслав Барнинский, Ирина Петрова, ЗАПТ-ТВ. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok